Такая реклама недопустима. И непристойная оскорбительная область все-таки в ней содержится. Экспертная комиссия, состоящая из представителей бизнеса, сферы образования и сотрудников антимонопольной службы, рассматривала четыре ставших в последнее время громкими делом. Реклама недвижимости, натяжных потолков и комнаты страха. По первым двум делам поступило два обращения от жителей города. В первую очередь потребители жалуются и просят принять определенные меры, потому что видят там все-таки совершенно иной подтекст. Мне жалко практически те компании, которые ориентируются на такую рекламу, достаточно такого дешевого какого-то формата. Для меня хорошая реклама это когда хорошо работает цвет и шрифт, ну и какой-то может быть очень емкий слоган. В данном случае я полностью отрицаю подачу женского тела вот в таком формате. Как вы реагируете на рекламу маленькая, зато своя и своя должна быть большой по рекламе недвижимости? Ну как сказать? Да никак не реагирую. Ну считаете ли вы ее непристойной, может быть? Да ну нет. Там же понятно, что речь идет о квартире, поэтому нет, непристойной я данную рекламу не считаю. Не знаю, я никогда не обращаюсь к этому рекламу, баннерам, не читал я. Ну, наверное, креативно. Насколько это пристойно, не могу судить. Очень многие используют для привлечения внимания вот такие довольно пошлые темы, так что это совсем не оригинально и не очень хорошо. Ну, я считаю, неприемлемо. Недвижимость, должно что-то представлять недвижимость, объем квартиры или ремонт, или какие-то сопутствующие. А уж нижнее белье пускай девушка рекламирует. Обсуждение началось с первого дела, и мнение экспертов сразу же разделилось. Если деятели искусства и преподаватели в большинстве своем критиковали идею, то представитель бизнеса Алексей Ушаков не стал высказываться слишком уж радикально. Ну, что-то в этом есть. Вот я не могу сказать, что на 100% они непристойны. Вот первая реклама, мне кажется, более честная. Здесь написано метр, здесь написана цена, здесь указывают только телефон. Вторая реклама, она, конечно, более телесная. На экспертную комиссию пришла и недовольная устрашающая реклама комнаты страхов Оренбурженко Оксана Урбанская. Ее стараниями музыка в новом квесте уже стала менее агрессивной. Однако девушка продолжает настаивать на признании такой рекламы ненадлежащей. Мы обращались во много организаций, вот в федеральную антимонопольную службу, обращались в администрацию города, обращались в прокуратуру, потому что мы просто искали помощи, потому что, в самом деле, была очень тяжелая обстановка. В то время, когда у нас так есть напряженность в мире, в обществе, и нужно, наоборот, как-то улучшать ее всем организациям, вот эта организация, этот дом страха, он усиливал эту напряженность, он усиливал агрессию, усиливал страх у людей. В итоге экспертный совет вынес решение. Квесту будет рекомендовано вовсе избавиться от звуковой рекламы, а также убрать устрашающий рисунок со стекол здания. Реклама, где речь идет о размере недвижимости или натяжного потолка, признана непристойной и содержащей оскорбительные образы. За свою излишнюю креативность предприниматели рискуют поплатиться крупной суммой от 100 до 500 тысяч рублей. А пока оригинальные рекламные продукты будут украшать городские улицы и вызывать неоднозначные эмоции у жителей. Наталья Игромаковская, Олег Николаев, городской телеканал ЮТВ.